А если более простыми словами объяснить, что означает получить энергию, допустим, как клетка связана с космосом? То есть вот если максимально просто объяснить, как это работает на физике, как понять, что у всех ли проходит эта самая космическая энергия, или есть аспекты, которые, наоборот, блокируют, допустим, это прохождение? Потому что я часто слышала, что есть, ну так говорят, что вот заблокировано получение космической энергии. Может ли быть такое? Да, мы, в принципе, находимся где-то в комнате, вокруг нас какое-то пространство. И знаем мы, не знаем, желаем, не желаем, космос нас пропитывает. Значит, энергетика прана, мы пропитаны ей, подобно тому, что как сахаринка находится в стакане с водой. Знает сахар, не знает сахар, вода вокруг него. Кроме как слов и веры, можно ли это как-то еще прочувствовать и понять? Квантовая физика все это вполне достаточно доказывает уже давным-давно. Посмотреть в яблоко под микроскоп, мы увидим молекулы. Посмотреть в молекулу под микроскоп, мы увидим атомы. Посмотреть в атомы под микроскоп, мы увидим частицы. Посмотреть в частицы под микроскоп, мы увидим нейтрины. А посмотреть в нейтрины под микроскоп, мы увидим электромагнитное поле, которое вибрирует на определенной частоте. И если на этой глубине посмотреть на все предметы, вот до такого, через нейтрины до электромагнитного поля, то мое тело, твое тело, диван, стол, комната, воздух, это электромагнитные поля на уровне нейтринов. И все перемешано. И отличает нас друг от друга вибрация этих электромагнитных поля. У яблока одна вибрация, у тела другая, у предмета третья вибрация. И вот нас вибрации только отделяют, и все, что мы видим, поверхность айсберга. А глубина айсберга – это вибрация. Это вибрация. И вот ум может не знать, но мы пронизаны. И вот чем выше вибрация, тем материя легче и светлее. Вибрирует настолько быстро, что невооруженному глазу кажется неподвижной, несуществующей. Существующая, как воздух. На низких вибрациях материя темная и тяжелая. И ее вибрация настолько медленная, что тоже невооруженному глазу кажется неподвижной, как, допустим, стол, диван, либо тело. И вот необходимо, как говорят предки, вернуть землю на небеса. То есть низкие вибрации тела поднять на высокие вибрации духа. И они входят в резонанс, человек достигает духовной реализации. И таких называли светочь. Позже стали святой. Субтитры создавал DimaTorzok